АПЛОДИСМЕНТЫ В Ирландии в ночь на 25 декабря Санта-Клау завозит подарки. На рождественском столе обязательно присутствует печеная ядюшка с сеченой картошкой. А на десерт обычно подают их лающие пудры. В Ирландии в рождественном столе появляется на ослике. В одной руке он держит печок с подарками, а в другой в розге для непослушных детей. Одет очень странно. Он одет в опоясанную металлическо-тесную шкупу, которая вывернута в ренда. А в франции самым почитаемым в торжествовании является рождество. Интересно, что первоначальники еще со времен античного Рима в это время отмечались в патернаде, символизирующие собой торжественную церемонию с принесением для этого слава Бога Сатюрна и усилительными мероприятиями. Даже в раку на время этих праздников освобождались от своих обязанностей. Интересной особенностью праздников служила обычая обмена обязанностей, когда хозяева временно выполняли работы вместо своих работ. Взрослые уделяли много времени играм с детьми и вкрышали свои жилища и гребянные воли. А во Франции Санто называют Генуэль. В переводе его имя означает отец Рождества. Он так же, как и в Германии, передвигается место оленей на осле, который в деревянных башмачках. А подарки у нас у Списанта оставляет вовле, который стоит возле камина. А в Голландии знакомый бы нам Деда Мороза и именуют как Синтеркласс. Ежегодно в середине ноября Синтеркласс приезжает на своем корабле вместе с своей свитой. Каждую ночь Дед Мороз совершает поездки на своем камне, и отдавит сладкими подарками у всех маленьких детей. А к новогоднему столу в Голландии принято подавать блюда из кролика и динчин. А в Голландии хватит мороза, элемент и ювенец. Элемент, так сказать, большой Дед Мороз, а ювенец маленький Дед Мороз, который ходит в корольные пешканишки, в деревянных башмачках, в смешном клубачке. Живет он круглый год в избушке. Ровно с датчиком ночи на стол подойдет в сладкую листскую шашку, в призов виде орешка. Из замужной дочанки Дед Мороз, если им новогодний чашек попадется орешек, то в следующем году они выйдут замуж. А в Греции традиционно рождественским блюдом являются голубцы. Также готовятся соленья, масляный перо, компоты и сухофрукты. Но самым главным блюдом является пирог святого Василия. В нем запекают монетку. Тот, кто найдет ее, будет частник в следующий год. А у нас есть краска. Эта история случилась давным-давно. В небольшом домике, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме, в доме. Их семья была очень видна. В сочинниках они начали навязать елку разными игрушками, сделанной из глины. А потом пошли в храм и спевать Рождество Христова. А в это время елка и дом была настолько прекрасна, что все паучки со всех углов сбежались посмотреть на нее. Они бегали по деткам, радуясь, и были настолько счастливы, что начали ввести паутину цвета пыли. А с иконой на них смотрел надеясь Христос. Пора домой, сказал он паучкам, и они сольные тому времени отправились по своим углам. Христос же поднял руки и благословил веры. В один них нити с плетенными паучками заискрились, потому что стали золотыми и сели обременные. А в Росалиме на Рождество люди поют на площади и желают друг другу счастья. Верим в себя. Удачи. Хороших друзей. Хорошего настроения. Здоровья. Любви. Веселого праздника. Добра. Не забывай впечатлений. Благополучия. Только хороших новостей. Взаимопонимания. Новый чудес. И мирного неба над головой. Аплодица. Аплодица. Юрия. Юрий. Аплодица. Юрий. Продолжение следует...